Отлично, отлично, а теперь продолжим. Я бы хотел поговорить о горячих хэтчбеках. По-моему, они становятся глуповатыми. AMG Mercedes A-класса вырабатывает 375 лошадей, Focus RS 345. Зачем хэтчбеку такая мощность? Ну, Джеймс... Низачем. По-моему, нам всем пора немного успокоиться. Это Гольф GTI. И он идеальная иллюстрация моих слов. Да, он быстрый. И он должен быть быстрым. Он мощнее Феррари 80-х годов. Впрочем, ему требуется большая мощность, поскольку он крупный и тяжелый. Хот-хэтчи не всегда были такими. И вот вам пример. Первый Гольф GTI 42-летней давности. И это зверь совсем иного толка. В нем во главу угла не ставилось места для ног сзади, массивный кузов, огромная подушка звукоизоляции, все это оборудование, ну и так далее. Его главной целью было веселье – гонка в тонкостенной консервной банке. Увы, теперь такие не выпускают. Впрочем, бывают исключения. Это Volkswagen Up. Самый маленький из Вольксвагенов. И теперь вышла версия GTI. Этот автомобиль призван возродить дух оригинального Гольфа. На самом деле сходство просто необъяснимое. Начнем, пожалуй, с мощности. У оригинала было 108 лошадиных сил, а у Up GTI – столь же скромное 113. Обе машины разгоняются до сотни примерно за 9 секунд. Да и обстановка у него а-ля 80-е. Например, он заводится поворотом ключа. Никаких кнопок для людей, представляющих себя в кабине истребителя. Передачи переключаются рычагом и старомодной педалью сцепления. Я еще не заглядывал в багажник, но ожидаю увидеть там забастовку шахтеров или речи Маргарет Тэтчер. Но одной из причин, почему на первом GTI было так весело гонять – его скромная масса. Но Up – современный автомобиль и весит на 200 килограммов больше. Итак, паренек стал немного тяжелее. Будет ли он таким же прикольным во время движения? В современности впрямь приносит свои плоды. У него всего лишь литровый движок с тремя цилиндрами. Но зато есть турбина, которая добавляет прыти. И она издает отличный рык. Послушайте. У современного гольфа GTI такого нет. Он мягкий и туповатый. А этот рёв – вот он как раз. Если честно, то это небольшая уловка, поскольку под капотом имеется звуковой актуатор. Он искусственным образом загоняет этот рёв в салон. Ну и что? Меня это даже устраивает. Итак, движок довольно занятный. И, несмотря на лишний вес, Up весьма проворен на поворотах. Итак, он маленький. Он симпатичный. Он приятный. Он по-настоящему прикольный. Я словно лечу на огромной скорости. Увенًа Увен1 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 Увен2